МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед малым и средним бизнесом открываются новые возможности. Уже в ближайшие годы доля занятых в сфере МСП должна вырасти до 25 миллионов человек. Это задача национального проекта. И здесь многое зависит от региональных программ развития бизнеса. Господдержку в правительстве республики оказали и герою очередного выпуска. Александр Гуляев – уроженец Алатарского района. Долгие годы работал в Москве, но вернулся обратно, чтобы встать у руля семейного дела, которое начинал его отец. Зачастую ради бизнеса приходится многое ставить на карту. Руководитель завода в постоянных разъездах. Даже супругой и детьми удается видеться все реже. Сейчас, во-первых, сейчас поздно жалеть. Во-вторых, если получается, если появляется положительный результат, если получается что-то новое добавляется, почему жалеть? Семья сейчас находится в Москве, но здесь важное дело, я не с пониманием к этому относится, конечно. Здесь продолжить то, что начинал мой отец, это для меня и обязанность, и долг, и, в принципе, приятная обязанность. В том числе это, конечно, как некий новый вызов. То есть это новые задачи, и значительно более серьезные, и более глобальные, чем тот объем работы, который я раньше исполнял. И здесь я надеюсь, что я смогу и себя реализовать, и дальше что-то новое привнести в предприятие и развить его. Один в поле не воин, для бизнесмена главный принцип. На этом заводе производят специальные панели для холодильных камер и складов. Многое зависит от компетенции работников. Несмотря, опять же, на нашу направленность постоянной оптимизации производственного процесса, у нас одновременно всегда есть нацеленность на сохранение наших сотрудников, их развитие и рост дальнейший, потому что сотрудники нашего предприятия – это не просто рабочие, они высоко специализированные рабочие. И специалистов такого уровня в нашем городе небольшое очень количество. Это однозначно. Мало того, на весь регион их небольшое количество. И сохранить их, и развить, тем более если воспитать новых, я вижу в том числе одну из своих задач в этом. Для развития бизнеса, говорит Александр, необходим детально просчитанный план на годы вперед. В приоритете предприятия – госзаказы. В последнее время пакет госзаказов в нашем объеме увеличился. Мы участвуем в изготовлении камер, где заказчиками является Министерство обороны, а также для различных государственных учреждений. Зачастую поставку туда осуществляют наши партнеры, потому что наша часть – это небольшая в составе общего проекта, но достаточно важная. Спрос на продукцию завода большой. Налажены поставки во многие регионы страны и зарубеж. Применимость этих охлаждаемых объемов абсолютно широкая, начиная от общепита, кафе, ресторана, магазина и заканчивая большими терминалами, распределительными центрами, в которых в этих охлаждаемых плодах хранится та часть продукции, требующая температурного режима специфичного. Как низкотемпературного – минус 18, минус 20, так и среднетемпературное – минус 2, плюс 2. Но в том числе и продукты, которые требуют условно согревания в холодный период года. Это речь идет о овощхранилищах, когда необходимо сохранить собранный урожай прошлого года в холодный период. За кредитованность и большие банковские проценты – главная проблема развития бизнеса. Для поддержки сферы МСП действует госпрограмма. Предприниматели могут получить до 5 миллионов рублей по льготной ставке. Привлечение микрозаймов в агентство по поддержке малого бизнеса в АлатРе и АлатРском районе становится популярным из года в год. Если сравнивать выдачу 2018 года к 2017, то рост сложился в 67% в абсолютном выражении. В вопросах поддержки малого и среднего бизнеса региональный филиал АПМБ выступает агентом правительства. К нам обращаются предприниматели из всех сфер, которые мы можем поддерживать. Это и производство, это и торговля, и оказание услуг. Развитие малого бизнеса – задача национального проекта. На него предприниматели возлагают большую надежду. Количество занятых в сфере МСП в республике должно увеличиться до 200 тысяч человек. Есть ряд программ, которые действительно нам оказывают помощь. И в основном я пользуюсь программами, которые финансовую поддержку оказывают предприятиям такого плана, как я. Знание этих программ, оно, конечно, расширяет спектр возможностей, делает предприятие более устойчивым. Абсолютно верно. Я периодически чувствую эту поддержку. Фирма «Трейд Плюс» обращалась к нам дважды за поддержкой. Оба раза мы кредитовали их на погашение займов в другом коммерческом банке. Фирма «Трейд Плюс» это позволила получить более выгодный график погашения, что вызвало средства для дальнейшего развития и направления средств на пополнение оборотных средств. Перед региональными властями стоят и другие задачи. Стратегия развития страны на годы вперед обозначена в послании президента. Правительство республики утвердило комплексный план, реализация которого положительно отразится на инвестиционном климате и темпах роста экономики. Перепрессии плана нацелены в первую очередь на безусловное выполнение региональных проектов по всем основным направлениям национальных проектов. В своем послании глава государства сделал акцент на защите интересов граждан России в цель повышения эффективности системы здравоохранения, улучшение демографических показателей мероприятий плана, нацелены на повышение доступности медицинской помощи, в том числе на создание новой модели медицинской организации, оказывающей педичную и медикосиментарную помощь. В рамках единого цифрового конкурса сервисного хранения будет обеспечена информационная взаимовесия между медицинскими, аптечными организациями, учреждениями медико-социальной экспертизы, медицинскими работниками и, конечно, пациентами. Это будет усилен контроль за сохранением достигнутых соотношений между уровнем оплаты труда и денег, теплой работой, бюджетной сферой. Особое внимание будет уделяться повышению качества образования. Запланированные мероприятия по капитальному ремонту зданий школ, имеющих износ 50% и выше, будут отремонтированы в 17 таких школах. Каждый человек должен почувствовать выполнение тех мероприятий и улучшение драгосостояния каждого человека, каждой семьи. Поэтому одно дело на бумаге. Вы должны сейчас по обеспечительским мероприятиям в правопримерительной практике своими управленскими командами должны четко расписать. Ответственных должностных лиц четкие сроки должны определить. В комплексном плане прописаны и меры поддержки малого бизнеса. В приоритете снижение административных барьеров и рост объема льготных займов. Спрос на кредиты с пониженной ставкой продолжает повышаться. От реализации госпрограммы в правительстве региона ожидают отдачи. Предприниматели должны создавать новые рабочие места и расширять долю поставок за рубеж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова